Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях он расскажет мои коллеги и я, Валерий Седов. 13 человек госпитализировано. Есть погибшие. Подробности ДТП в Шилово. Организованной группой полицейские задержали 17 человек по подозрению в распространении наркотиков. А когда, станет ясно. Метеорологи дали прогноз на неделю. В Рязанской области произошло ДТП со смертельным исходом. Все случилось на трассе М5 в Шиловском районе. Подробности далее. Первые фотографии с места аварии появились в сети в 10 утра. Как сообщили в госавтоинспекции, в аварию попало сразу несколько автомобилей. Микроавтобус, легковушка и два грузовика. ДТП произошло на трассе М5 между селом Задубровье и деревней Заполье Шиловского района. 18 июня ориентировочно в 6 часов 30 минут в Шиловском районе Рязанской области на 273 километре по дороге М5. Подозрительно сообщалось о 7 погибших и 13 пострадавших. Однако позже в телеграм-каналах появилась новость, что погибших стало 8. Точно известно, что 13 человек госпитализированы с различными травмами. Среди них трое несовершеннолетних. По факту ДТП следователи ОМВД России по Рязанской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Проводится предварительное расследование. На месте происшествия находятся руководители ОМВД России по Рязанской области и областной госавтоинспекции. За 2023 год сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России и регионального ОНК задержали 17 человек по подозрению в распространении наркотиков синтетического и растительного происхождения через нелегальный онлайн-магазин в теневом сегменте сети интернет. По версии правоохранительных органов, злоумышленники – жители Рязани и Московской области в возрасте от 20 до 48 лет. Среди них три женщины и двое граждан одной из стран Северной Африки. Шесть человек ранее были судимы за различные преступления. Пол. А, пол? Да. Пакеты с таинственным белым веществом можно посчитать вместе с оперативниками. Три, четыре, пять. И это только одна такая доставочка, говорят в правоохранительных органах. Они же добавили, что в Рязанскую область таинственный порошок доставляли в таких вот пакетах, а уже на месте расфасовывали на разовые дозы. Оперативники и следователи при досмотре злоумышленников из тайников и на съемных квартирах изъяли более пяти килограммов наркотиков синтетического и растительного происхождения. Всего за прошлый год Главное управление по контролю за оборотом наркотиков вместе с региональными коллегами задержали 17 человек. Это мужчины и женщины возрастом от 20 до 48 лет. Преимущественно жители столицы и Рязанской области. Однако среди них двое граждан одной из стран Северной Африки. Шесть человек ранее были судимы за различные преступления. Предварительно установлено, что задержанные причастны к распространению наркотиков на территории Рязанской, Московской, Псковской, Тверской, Ярославской, Ленинградской, Воронежской и Ростовской областей. Следственным управлением УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе. Оно соединено в одно производство с уголовными делами о сбыте наркотиков, которые были ранее возбуждены в отношении участников данного наркомагазина. В настоящий момент 16 человек заключены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается. Наказание предусмотрено не только за распространение. В Путятинском районе местного жителя приговорили к реальному сроку за хранение наркосодержащего растения без цели сбыта. Прокурор района рассказывает нашей телекомпании о нарушениях на подведомственной территории. Шаацкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Путятинского района. Его признали виновным по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса «Хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические вещества». Установлено, что в сентябре 2023 года подсудимый на открытой местности обнаружил дикорастущие наркосодержащие растения. Срезав части растений, он высушил их и стал хранить для личного потребления по месту своего проживания. Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли из незаконного оборота более 1,4 кг наркотического средства. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура Путятинского района провела проверку исполнения законодательства в области охраны окружающей среды и природы пользования в деревне Екатериновка. Установлено, что в нарушении требований закона в границах населенного пункта в непосредственной близости от лесного массива действует несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. По данному факту прокурор района обратился в суд о признании бездействия должностных лиц администрации округа незаконным. Теперь свалку должны признать незаконной и принять меры по ее ликвидации. За неделю в России ликвидировано 320 лесных пожаров. На общей площади, пройденной огнем, больше 127 тысяч гектаров. Часть пожаров ликвидирована в Рязанской области. Это только один из 300 пожаров, которые произошли в стране за прошлую неделю. Ежедневно на ликвидации таких работали от 2000 человек, свыше 200 единиц техники и минимум 20 воздушных судов. Часть пожаров произошла в Рязанской области. Напомним, в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности. Он считается высоким. Лес при таком уровне опасности может загореться от любого источника огня. Пламя при этом распространяется очень быстро. 320 лесных пожаров за неделю тому подтверждение. Правда, это статистика по всей стране. Пожары всегда разные. Все зависит от региона, от времени года. Весной у нас, допустим, пожары беглые, низовые. Мы их можем сырлово тушим непосредственно, водой на них воздействуем. А когда уже середина лета, пожары заглубляются в почву, их мы уже копаем. Уже приходится рыть минполосы. Если раньше по статистике основной причиной пожаров был человеческий фактор, то сейчас это грозы. В авиалесоохране ссетуют, что бьет молния далеко не в те районы, куда добраться легко. Обычно это болотистая или горная местность. Переехали от Магадана до Свердловской области. Наверное, во всех регионах побывали. Везде разное. Как мы видим, здесь горный ландшафт. Очень тяжело работать. Бывает болотистая местность, бывает просто поля. Идет отжиг. Поэтому не угадать, где и как будет проходить работа. Пожарные десантники говорят, что огонь распространяется во все стороны. И они стараются пламя ловить. Дескать, куда деваться. Десантники здесь профессионалы. На таких пожарах далеко не первый год. Так что механизм действий отлажен. На караулеоне пожара приходится постоянно пропиливать деревья сухие, которые горят. Обрабатываем корни, заглубленные места. Обходим очень много, когда это нужно. Смотрим, чтобы не перешел, не возобновился пожар. После тушения приходится еще караулить дней 5-4-3 в зависимости от ситуации и от сложности лесного пожара. В Рязани же запрещено посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Исключение, если человек проживает в населенном пункте, куда только через лес и проехать. В остальном же полный запрет. Как и на разведение костров. Использование мангалов и пиротехнических изделий, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение любых пожароопасных работ на участках, граничащих с лесным фондом. За нарушение предусмотрен административный штраф. До 50 тысяч на граждан, до 90 тысяч на должностных лиц и до миллиона на юрлиц. В отдельных случаях нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. Понедельник стал днем контрастов. Началось все с солнца, а закончилось грозой, сильным ливнем. По прогнозам синоптиков, атмосферных явлений такой силой на этой неделе не повторится. Какой же будет погода в ближайшие дни, наша съемочная группа узнала у метеорологов. Накануне вечером на Рязани обрушился ливень в отдельных районах города с грозой и градом. За вторую декаду июня выпало две нормы осадков и практически целая месячная норма с начала лета, рассказывают региональные синоптики. На этой неделе влажность воздуха достигает от 70 до 90 процентов, поэтому даже температура в 25 градусов ощущается как сильный зной. В понедельник вечером к нам подошел один из таких очень насыщенных водой облачных кластеров. То есть мы наблюдали интенсивный ливень. И местами по области порывы были 16 метров в секунду, в Рязани 14. Но имейте в виду, что вот эти шквалистые усиления ветра, шквалы как таковые, при прохождении грозового облака, они... Это не совсем тот горизонтальный градиентный ветер, к которому мы привыкли. То есть это холодный воздух опускается сверху и, доходя до земли, растекается в разные стороны. То есть достаточно неподходящего угла какого-то дерева, вот как оно растет, чтобы вот этот поток воздуха его обломал ветки, повредил там провода машины. МЧС напоминает, что во время грозы нельзя стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач и деревьями. В идеале переждать непогоду дома. По словам гидромедцентра, опасность попасть под ливень у рязанцев есть еще и в четверг. Пятница, впрочем, местных жителей приятно удивит, уверяют синоптики. В пятницу уже погода будет преимущественная без осадков. Сейчас вот над нами кружит циклон, он немного отойдет на север, поэтому у нас в пятницу будет небольшая передышка. Но, к сожалению, с пятницы начнется похолодание. То есть сегодня к вечеру мы ожидаем прохождение холодного фронта. Соответственно, температура немного упадет, заметно посвежает. К сожалению, станут прохладными и ночи. То есть днем мы уже ждем температуру не выше плюс 23, а ночью температура может опуститься до плюс 11. К выходным, по словам метеорологов, дожди прекратятся, и горожане смогут насладиться солнцем. Правда, небольшие осадки и грозы возможны, но, судя по прогнозам, они будут кратковременными. С понедельника начнется постепенно опять теплеть. Все ж таки июнь. У нас, да, какое-никакое лето. Поэтому постепенно будет снова теплеть. Ну, 30-ти градусной жары пока на горизонте не ожидается, но все может быть. По народному календарю 18 июня отмечается День Дорофея. На Руси считалось, что с этого момента начинаются самые короткие ночи в году – воробьиные. Также в этот день расцветает сон трава или прострел. В соответствии со своим названием она навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. На этот счет даже есть поговорка – «Не мудрен сон на Дорофея да вещий». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Поговорка «В Рязани грибы с глазами» стала неофициальным символом нашего города. Именно эта фраза вспоминается многим при упоминании Рязани. Почему же грибы глазастые? Смотрите далее. Сейчас мы находимся на набережной Рязанского Кремля. Здесь, неподалеку от нас, расположился гриб «Дозорный» и гриб «Художник». А вот откуда они появились и почему так называются, знает далеко не каждый. В народе существует несколько теорий, откуда же появилось выражение «грибы с глазами». Одна из них гласит, что во время сражений с монголо-татарами в лесах Рязани разведчики придумали собственную систему наблюдения по грибам и разделили их на спящие и говорящие. Первые были целыми, а вторые враг повреждал. Он либо срезал их для приготовления еды, либо сбивал случайно. Таким образом, рязанцы понимали путь вражеских войск. Это дразнилка. Дразнилка мне больше всего нравится. Это говор рязанский, в Рязани грибы с глазами. Я его, конечно, не повторю. Их едять, а не глядять. Их беруть, а не бегуть. Это просто такая дразнилка была. Сейчас в Рязани о местной достопримечательности можно не только услышать, но и увидеть ее. Скульпторы Василия и Полина Горбунова сделали 13 маленьких грибочков по всему историческому центру города. Самый первый стоит в Нижнем городском парке. Остальные в основном установлены на туристических маршрутах. Их каждый в тематике того места, где он находится. Например, гриб дозорный расположился у входа в Рязанский Кремль и следит за неприятелем из-за высокой травы. Но есть и те скульптуры, которые не привязаны к расположению и созданы по личной инициативе авторов. Еще один в Канищево у нас поставлен. А, и гриб «Пионер» тоже. Это частный гриб. Два из «Пионер». На пожертвования сделан Арсена Валентиновича Бабурина. И у нас в Канищево это мы по собственной инициативе просто. Чтобы он на пруду сидел и рыбку ловил. Каждая композиция выполнена с вниманием к деталям и штрихам. Они добавлены для того, чтобы было интереснее рассматривать миниатюрные грибочки. Так, гриб художник рисует вид на Рязанский Кремль. И если присмотреться к холсту, то там как раз виднеется пейзаж. Также на каждой миниатюре есть QR-код, пройдя по которому, можно прочитать историческую справку о том месте, где он находится. Грибы с глазами не только передают характер жителей города, но и рассказывают его историю. Анастасия Арнт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв. И в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.